Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» пришло время поговорить о рязанских событиях, наиболее достойных, по нашему мнению, зрительского внимания. Коротко о том, что мы намерены сегодня обсудить, поведать и прокомментировать. Трагедия на Первомайке в субботней автоаварии в центре Рязани погибла 9-летняя девочка. Москва ждет аномальной жары. Синоптики говорят о 36 градусах по Цельсию. Что у нас? Материал из гидромедцентра. День крещения Руси. Сегодня православные христиане отмечают как духовный, так и значимый исторический праздник. А теперь перейдем к подробному изложению. Русь, матушка, отмечает день обновления, можно сказать, духовного рождения и поворота к православной вере. Сегодня день памяти великого равноапостольного князя Владимира, который повелел в 988 году крестить подвластные ему народы русские. Да и все тут. А напомним, летом 2010-го тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон, на основании которого ежегодно 28 июля в России отмечается памятная дата – день крещения Руси. Так что, с какой стороны не подходи, светской или духовной, а сегодня большой объединяющий православный народ нашего Отечества праздник. Несколько слов о непосредственно властителе, которому мы обязаны великим событиям. Итак, Владимир Великий, которого церковь чтит как святого равноапостольного, а в народных сказках-былинах именуют Владимиром Красное Солнышко. Был он сыном величайшего воителя Древней Руси, киевского князя Святослава и внуком святой равноапостольной великой княгини Ольги. Пришлось Владимиру пройти кровавые, как сейчас бы сказали, разборки с братьями, другими сыновьями Святослава, Ярополком да Олегом. Не вдаваясь в подробности преданий старины глубокой, сразу об итогах дележа власти. Предприимчивый и быстрый разумом Владимир стал единодержавным князем Руси. Как и его предки, Владимир много воевал, брал дань с покоренных земель, а самым лакомым куском для князей русских потомков варяга Рюрика была богатая Византия и столица ее Константинополь, или, как назвали его на Руси, Царьград. В 987 году Владимир взял на копье византийский город Херсонес и загрозил походом самому Царьграду. Но и альтернативу предложил «Отдайте, дескать, мне в жену царевну Анну, сестру императоров-соправителей Василия Константина». Такому грозному жениху отказать было нельзя, но греческая сторона выдвинула свое условие – принятие Владимиром веры Христовой. Существует предание, что во время прибытия невесты в Херсонес князь Владимир внезапно занедужил, да так что зрение потерял. Анна предложила ему тут же креститься, во время обряда князь-жених прозрел, в духовном восторге он тогда воскликнул «Теперь я узрел Бога истинного». Тогда же в Херсонесе совершился его брак в сочетании с царевной Анной. А затем началось распространение христианства по всей Руси. Проходило это далеко не всегда гладко, но вопросы в ту пору решались сурово и быстро. Языческих идолов рубили секирами, свергали и сжигали, даже палками били и в реке топили. А 1 августа 988 года Русь приняла крещение в Днепровских водах в присутствии, опять же, князя Владимира и дружины. И, разумеется, под руководством греческих священников и русского епископа Михаила. Сегодня в день в крещении Руси в Рязани освещали место под строительство нового храма. Он будет стоять в Конищеве, неподалеку от парка морской славы, рассказывает Глеб Галушкин. Освещение места строительства нового православного храма в честь равнопостольного князя Владимира прошла накануне в микрорайоне Конищеве рядом с парком морской славы. Примечательно, что закладка церкви состоялась именно в день крещения Руси. Митрополит Рязанский Михайловский Вениамин отметил в своем обращении к собравшимся здесь верующим, что именно принятие православной веры стало поворотным моментом в истории русского народа и позволило собрать воедино раздробленные славянские земли в сильное государство. Днепровская купель – это основа нашего православного христианского самосознания и государственного стиха. И в этом большая заслуга была святого равнопостольного князя Владимира. Он дал веру людям новым, веру правую. И мы сегодня молимся ему, чтобы он, как покровитель земли нашей, молил Бога, укреплял нашу Отечество, дарвал нам силы внесения нашего креста. Что касается же строительства нового православного храма, то сейчас, как отмечают в Рязанской митрополии, службы проходят в Преображенском храме села Конищево. Теперь же и в парке морской славы воздвигнут сначала небольшую деревянную церковь в честь равнопостольного князя Владимира, а затем в планах построить каменный храм, который станет основным местом молитвы верующих жителей микрорайона Конищево. Говорят, сейчас в Рязани и о субботней трагедии на Первомайском проспекте. Рано утром здесь, в самом центре столицы области, столкнулись сразу три автомобиля, две легковушки и микроавтобус. Погибла девятилетняя девочка. Подробности выясняла сегодня Оксана Тебенихина. В субботу рано утром здесь, в районе остановки Дом художника, произошла автомобильная трагедия, в которой погибла восьмилетняя девочка. Двадцатилетний житель областного центра, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», следуя по Первомайскому проспекту со стороны площади Ленина. На регулированном перекрестке с улицы Кошерина совершил столкновение с остановившимися на запрещающий сигнал светофора в попутном направлении микроавтобусом «Фольксваген Транспортер» и легковым такси «Рено Логан». От сильного удара легковое такси развернуло на 180 градусов и выбросило на полосу встречного движения. Помимо водителя, в салоне такси находилась 28-летняя женщина и ее 8-летний ребенок. Девочка сидела на заднем сидении автомобиля, сзади за водителем. Получив перелом основания черепа, ребенок скончался на месте ДТП. Маленькую резанку, ставшую мгновенной жертвой ДТП, хранили сегодня. Страшное горе, что уж тут скажешь. Мы выражаем соболезнования всем, кого напрямую коснулась эта беда. Мама малышки, 28-летняя девушка, в шоковом состоянии была госпитализирована. Также травму получила 19-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген Пассат», водитель которого, скорее всего, и стал виновником ДТП. По словам 20-летнего легхача, в столь ранний час он просто уснул за рулем. В городе, на полном ходу, перед переключающимся светофором. В салоне легкового такси, сзади, за водителем, на ремне безопасности, был пристегнут адаптер, удерживающий устройство для перевозки детей. Со слов водителя легкового такси, пассажиры были пристегнуты, и он вез их на автовокзал. За несколько секунд до трагедии, автомобиль «Фольксваген Пассат», вместо того, чтобы притормозить на перекрестке, ускорил движение. Сам водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» пояснил инспекторам ГИБДД, что уснул за рулем во время движения. Вот тот самый случай, доведенный до абсурда и приведший к такой трагедии. Неопытный, скорее всего, не выспавшийся водитель и, видимо, банальное стечение обстоятельств. И сколько таких носится, сломя голову, не подозревая о том, что подвергают опасности невинных людей и, что самое страшное, детей. Еще о том, что говорилось и свершалось на днях. Любопытное интервью выдал изданию «Лента.ру» депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. Как известно, он со товарищей предлагает заменить государственный флаг России и перейти с бело-сине-красного триколора на имперский, который, напомним, содержит цвета черный, желтый и белый. В интервью самодержавный депутат заявил, что и День России надо перенести. Проект закона в этой связи уже внесен фракцией. Либерал-демократы рубят с плеча праздник. Государство надо отмечать в сентябре и привязывать его к выкнижению призванного Великим Новгородом варяжского конунга Рюрика. При этом считать Россию государством с более чем тысячелетней историей. Может, тогда и гимн поменять, спросили журналисты. А почему бы и нет, ответил Михаил Дегтярев. Был же гимн «Боже, царя храни» и неплохой гимн. Только для начала надо бы в России матушки царя выбрать, созвав для этого земский собор. Вот как поговорили с депутатом репортёры. Разошлись усталые, но довольные почти под боже царя. Рязанские ЛДПРовцы тоже хорошо говорили на днях не о таких, конечно, глобальных делах, а вполне конкретных, даже праздничных. Более 20 молодых людей в аудитории теперь уже бывшие студенты филиала Московского института управления и права. Дипломы специалистов, награды для студентов за хорошую успеваемость, почётная грамота от Рязанской областной думы, награды для самого института за высокий уровень обучения и подготовки востребованных кадров. Вручить эту грамоту приехал Александр Шерин, руководитель фракции ЛДПР в Рязанской областной думе. Для нашей страны и для Рязанской области в целом очень важны не только люди, которые умеют качественно и грамотно работать, но и те, кто умеет грамотно принимать решения, и специалисты в области экономики и юриспруденции. Поэтому мы не случайно присутствуем в этом ВУЗе, не случайно искренне поздравили выпускников с получением дипломов. Есть выпускники, которые получили красные дипломы, уровень образования высокий. И сегодня у нас очень жёсткие требования со стороны Министерства образования к ВУЗам, поэтому если ВУЗ продолжает работать, выпускать, набирать новых абитуриентов, то, соответственно, тест на профпригодность, скажем так, и профессорский преподавательский состав прошёл. Многие из сидящих в зале уже определились с профессией. Здесь и будущие сотрудники ФСКН, работники других подразделений правоохранительных органов, адвокаты. Есть и те, кто останутся работать в родном ВУЗе. В выборе профессии помог и преподавательский состав, и те, кто всегда рад принять на работу грамотных специалистов. У нас в партии ЛДПР тоже есть выпускники этого ВУЗа. Я хочу сказать, что в деле они себя проявили как люди очень грамотные специалисты. И, в общем, диплом, который здесь вручается, это не просто бумага, это действительно сертификат качества выпускника данного учебного заведения. В Рязани филиал Московского института управления и права работает 4 года. Цифра не самая большая, но ректор института, не скрывая чувства гордости, подчеркивает, ни один из выпускников ВУЗа ни разу не вставал на биржу труда. А это значит, что специалисты именно в этой области востребованы. А уровень подготовки вполне соответствует требованиям работодателей. Ну и народ наш всегда находит время, чтобы поговорить хоть пару минут о погоде. Она, дама, взбалмошная, ни дня без сюрпризов, то на юг холодком дохнет, то в центр жару подпустит, да такое, что не вздохнуть, не на улице выйти. Москвичам, например, синоптики предрекли на этой неделе жару несусветную. 32-33, а в четверг-пятницу вообще 35-36 по Цельсию. Понятно, что и нам, рязанцам, про погоду поговорить интересно. Тем более со следующими людьми. Материал из бюро прогнозов продолжает программу. Мы так ждали настоящего теплого лета, и вот оно настало. 30 и более градусов на термометрах, ясная солнечная погода. Самое большое удовольствие в такие деньки поваляться на пляже, искупаться в прохладном водоеме, поиграть в не очень активные игры. А еще, дабы не терять впустую драгоценное время, можно провести его с пользой, так сказать, принести вклад в поддержание чистоты и порядка. В этом уверен Глеб Галушкин, который наблюдал сегодня радостную сердцу картину. Например, работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании убрали территорию во дворе областной детской клинической больницы в Конищево. Нефтезаводчане выкорчевывали проросшую траву, стригли газон и кустарник, очистили пешеходные дорожки. В общем, мини-парк у отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных преобразился буквально на глазах. Благоустроенная территория площадью более тысячи квадратных метров. У нас находятся матери. Конечно, матери многие попали сейчас в сложную ситуацию, понятно, родили, попали в детскую больницу. И очень приятно посмотреть в окно, да, что жизнь продолжается. Все красиво кругом. Вот у нас клумба. Сейчас вот приехали с нефтезавода рабочие. Они помогают нам убрать, облагородить эту территорию, чтобы у нас получилось все красиво, и было приятно, и появлялась надежда на то, что в жизни все будет хорошо и красиво. Красота спасет мир. Этот субботник работники Рязанского нефтезавода провели в рамках традиционной экологической акции РНПК «День чистого города». В преддверии Дня города проходит она при активном участии Рязанского нефтезавода уже в третий раз. Вот так с пользой для себя и окружающих можно провести время. Лето – самая долгожданная пора. Не стоит расписывать все прелести теплых месяцев. Это и так очевидно. В этом году, упустив почти весь июнь, погода от души отыгрывается на нас в июле. Не стоит забывать о том, что не всем дано легко и непринужденно пережить, переждать такую почти экстремальную жару. Так скоро ли на нашу голову прольется немного благодати в виде дождя? На предстоящей неделе погода Рязанской области будет обусловлена влиянием обширного малоподвижного антициклона. Поэтому будет сухо, солнечно, а температура воздуха продолжит свой рост. Если в начале недели ночная температура воздуха будет в пределах 11-16, то к концу недели рабочей повысится до 15-20. Днем также в начале недели 27-32 градуса жара, то к выходным уже 30-35. То есть местами по области сильная жара. Но, как говорится, мы еще повоюем и выжмем из этого лета все до последней капли, чтобы было что вспомнить в холодные, промозглые, дождливые осенние вечера. Ну и еще ежедневные темы для разговоров, на которые не жаль времени, это наши российские отношения с Западом. Соседи по-прежнему напрягают виртуальные мускулишки и морщат мозг, придумывая разнообразные санкции в связи с украинскими событиями. Сегодня мы решили разузнать, насколько реально это вредит нашему производству, связанному в частности с самыми серьезными изделиями и разработками. Например, под пресловутые санкции попал российский концерн ПВО «Алма-Сантей», в который входит одно из крупнейших рязанских предприятий «Завод Красное Знамя». Как жизнь под сенью санкций поинтересовалась Ирина Ковалева и его генерального директора Александра Мороза. Вот ее отчет о задушевном разговоре с производственником. «Завод Красное Знамя – одно из старейших предприятий нашего города и области. История его создания уходит в далекие дореволюционные времена. Но именно на этом месте он стоит с 1963 года. Тогда в результате реорганизации в Рязани появилось два самостоятельных предприятия – «Приборный завод» и «Завод Красное Знамя». В современной России, в отличие от Советского Союза, мы все реже слышим о жизни таких предприятий. И, наверное, именно поэтому не догадываемся, что заводов, подобных Красному Знамени, нет во всей стране. Он пережил тяжелые годы перестройки и на сегодняшний день развивается бурными темпами. Так, за текущий год объем производства специальной продукции вырос почти на 50%. Уже 10% рост объемов выпуска – это довольно сложно для предприятия. Почти пятикратное превышение этого норматива – это очень сложно. Коллектив «Завода Красное Знамя» находится в постоянном напряжении, я бы сказал, успешно справляясь с данными задачами. Завод «Красное Знамя» был и остается оборонным предприятием, производящим продукцию специального назначения. При тех задачах, которые сейчас стоят в обороне страны, государство в первую очередь обращает внимание именно на такие промышленные комплексы и выделяет средства на их переоснащение. Так, завод «Красное Знамя», вступив в федеральную целевую программу, до 2015 года должен освоить около 3 миллиардов рублей. 50% вкладывает государство, 50% вкладывает предприятие своих средств в развитие завода. Мы закупаем новейшие оборудования, как механообработки, это вычислительные центры, значит, станки из ЧПУ. Однако современное оснащение – это лишь половина успеха, ведь кто-то должен осваивать новую технику. Я бы сказал, что мы сейчас находимся в той ситуации, когда, как в той сказке про мальчиша-кабальчиша, когда и оружие есть, и патроны, только воевать некому. То есть сейчас проблема привлечения специалистов, как инженеров на уровне, так и рабочих с профессией, очень актуальна. Вот сказался тот демографический провал, который создавался с начала 90-х годов, сейчас вот пришелся как раз на это время. Пожалуй, роль здесь сыграла не только демографическая ситуация, но и несколько изменившийся со времени эпохи социализма взгляд молодежи на жизнь. Сегодня немногие стремятся попасть на завод, ведь вокруг столько специальностей с красивыми названиями. Менеджер, маркетолог. А вот Юрий пришел сюда работать простым инженером. Теперь же он начальник участка поверхностного монтажа. Плюсы работы на крупном предприятии – это, во-первых, стабильность, потому что предприятие действительно крупное, входит в крупный концерн ПВО «Алмас-Антей», что, в принципе, гарантирует поддержку практически в любых случаях, условиях. Соответственно, стабильная заработная плата и перспективы дальнейшего роста. Придя на завод однажды, люди не стремятся отсюда уходить. Наоборот, со временем сюда приходят их дети и внуки. Елена Адамова работает здесь уже больше 30 лет. Здесь же трудится ее муж и сын. И по ее словам, она ни разу не пожалела, что пришла работать именно на этот завод. Мне очень повезло, что я поступила сразу сюда и работала по специальности. В то время это была редкость. Вот были тяжелые времена, когда там перестройка, никто не мог найти путевую работу, особенно по специальности. Но нам как-то повезло. Работа сложная, но интересная. Это отмечают многие сотрудники. Но самое главное, здесь люди уверены в завтрашнем дне. Стабильная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно. Разные выплаты социальные. То есть мы гарантируем человеку, что мы обеспечиваем в свое время и пенсию. Мы помогаем одиноким матерям. Мы помогаем матерям, у которых есть дети-инвалиды. Коллектив завода «Красное знамя» дружно работает, дружно отдыхает, участвует в художественной самодеятельности, не забывает о спорте. В общем, живет одной большой семьей и с радостью готов принять в эту семью новых молодых сотрудников. Востребованность в них есть. Обеспеченность предприятия заказами и регулярное техническое переоснащение позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день и планировать будущее в стратегической перспективе. Руководителя завода «Красное знамя» Александра Мороза вы еще сегодня увидите. Более того, он уже в студии программы подробностей. Так что разговор о том, как идут краснознаменные дела, впереди. А наше время выделенное для того, чтобы говорить о рязанских событиях, на сегодня завершилось. Отпуск в нашей редакции также завершился. Как вы сами убедились, все корреспонденты «Живо и здорово» отдохнули полные сил. Так что будем видеться вновь, ежедневно, в эфире телекомпания «Город». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин